Людвигия дугообразная. Семейство анагриковые. Родина Северная Америка. Очень элегантное, своеобразное, декоративное растение, имеющее длинные стебли, на которых попарно сидят светло-зеленые узкие листья, при удовлетворительных условиях содержания, приобретающие красно-коричневую окраску. Длина стеблей обычно достигает 20-30 сантиметров. Людвигию можно выращивать в емкости любого размера, но с невысоким уровнем воды. В большом аквариуме растения размещают на боковых палочках. Высаживают их в отдельные горшочки. Несмотря на своеобразие и относительную неприхотливость людвигия, она мало распространена у любителей аквариума. Равномерно растет в течение всего года. Людвигия пригодна для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариумах, при температуре от 20 до 28 градусов Цельсия. Снижение температуры на короткое время растения переносит удовлетворительно. Жесткость воды в пределах от 1 до 20 градусов не влияет на характер роста людвигия, так же как и активная реакция воды. Она удовлетворительно чувствует себя в слабо-кислой и в слабо-щелочной среде. PH от 6 до 8. Если жесткость воды больше 8 градусов, листья становятся ярче. Регулярная подмена воды желательно, но не обязательно. Характер освещения очень важен для сохранения декоративных качеств людвигия. Рассеянный солнечный свет очень полезен для этого растения, хотя существовать он может и при относительно слабом освещении. Если аквариум освещается только дневным светом от окна, окраска листьев становится зеленой, красно-коричневый тон исчезает. Источники искусственного света должны состоять из люминесцентных ламп и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп может быть около 0,4-0,5 Вт на 1 литр объема. Для улучшения окраски листьев над растением можно разместить лампу накаливания мощностью от 25 до 40 Вт. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов. Людвигию догообразную можно высаживать в грунт, а можно и оставлять свободно плавать. Посаженное в грунт растение выглядит лучше и развивается несколько быстрее. В качестве грунта лучше всего использовать слабозаиленный крупный песок. Корневая система растения развита слабо и не требует толстого слоя грунта. Небольшая минеральная подкормка людвиги очень полезна. При достаточном количестве микроэлементов, особенно железа, окраска листьев становится ярче. Размножение людвиги не представляет сложностей. Для этого от растения отделяют верхушки стеблей. Черенки длиной около 10 см можно или оставить плавать у поверхности воды до появления корней, или сразу высадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Людвигия может хорошо расти в условиях влажной оранжереи и полюдариума. Растения, взятые из аквариума, высаживают в грунт, только покрытый водой. В таких условиях людвиги образуют воздушные побеги, которые можно пересадить в грунт, состоящий из садовой земли, перегноя и песка. Наземное растение легко переносит затопление. После короткого периода адаптации его рост возобновляется. Людвигия ползучая. Семейство Аннагриковая. Родина Центральная Америка. Южные области Северной Америки. В аквариумистов можно встретить как растения именно этого вида, так и гибриды, полученные от скрещивания Людвигии ползучей и Людвигии болотной. Это длинностебельное растение с глянцевыми овальными листьями, темно-зелеными сверху и красновато-лиловыми снизу. Стебли достигают длину от 30 до 40 сантиметров. Растение можно содержать в аквариуме любой емкости, но с относительно невысоким уровнем воды, размещая его у боковых стенок и на среднем плане. Равномерный рост наблюдается и в течение всего года. Содержать Людвигию можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. При температуре от 20 до 26 градусов Цельсия растение развивается достаточно хорошо. Несколько лучше оно растет в воде с жесткостью меньше 5-6 градусов, со слабо кислой или нейтральной реакцией. Наиболее жесткой воде со слабо щелочной реакцией чувствует себя удовлетворительно. Желательно регулярно подменивать воду. Очень важно поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская взмучивания воды и появления налета на листьях, а также обрастания их водорослями. Освещение должно быть достаточно сильным, но избыток света опасен из-за возможности появления водорослей на листьях растения. Естественный свет очень полезен. В качестве искусственной подсветки следует использовать сочетание люминесценных ламп типа ЛБ и ламп накаливания. Мощность люминесценных ламп должна составлять примерно 0,4 Вт на 1 литр воды. Лампы накаливания мощностью от 25 до 40 Вт применяются для увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре осветителей. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Для Людвигии необходим достаточно питательный грунт. В старом аквариуме для нее вполне достаточно естественного заиливания грунта. В новый грунт желательно вносить дополнительную подкормку в виде комочков глины. В качестве субстрата больше всего подходит крупный песок, уложенный слоем толщиной от 3 до 4 см. Корневая система растения развита сравнительно слабо, и грунт, состоящий из крупных частиц, для него непригоден. Разможать Людвигию можно черенкованием стебля. Черенки должны иметь выраженную точку роста, тогда они быстро приживаются на новом месте. Лучше всего брать верхнюю часть стебля длиной не менее 10-12 см. Оставшаяся в грунте часть стебля с корневой системой дает множество боковых побегов. При выращивании в полюдариме или во влажной оранжерее, Людвигия растет быстрее. В таких условиях листья ее становятся более плотными, несколько более мелкими и более глянцевыми. Крунт должен состоять из дерновой земли, торфа и песка. Температура около 24-28 градусов Цельсия. Освещение сильное. Солнечный свет должен быть рассеянным. Перевести растение из аквариума в полюдариум можно постепенно, снижая уровень воды. Тогда растение формирует воздушные побеги. Взятые из полюдариума растения можно сразу помещать в аквариум. И при этом рост на время адаптации приостанавливается. Маяка речная. Семейство Маяковые. Родина южной районы Северной Америки. Очень нежное длинностебельное растение. Листья игольчатые, светло-зеленого цвета, с серебристым блеском. От длинного ползучего корневища отходят плети, достигающие в условиях аквариума 40-50 см. Растение образует очень густые заросли, которые превосходно выглядят на заднем плане аквариума. Содержать маяку можно в аквариуме любого объема. Растение неприхотливо, благодаря чему широко распространено у аквариумистов. Растет оно примерно равномерно в течение всего года. Для маяки больше всего подходит тропический аквариум, хотя содержать ее можно и в умеренно теплом аквариуме. Оптимальная температура от 22 до 28 градусов Цельсия. Жесткость воды для этого растения имеет определенное значение. Рост его заметно ухудшается при жесткости воды больше 6 градусов. Больше всего для маяки подходит очень мягкая вода общей жесткостью меньше 4 градусов. Активная реакция должна быть нейтральной или слабокислой. Для маяки нужна совершенно чистая, медленно текущая вода, регулярная подмена которой от 1,5 до 1,4 объема аквариума необходима. Растение светолюбиво. Для него очень полезно естественное освещение, а также комбинация искусственного и естественного света. Рассеянный солнечный свет благоприятно сказывается на росте маяки. В качестве источников искусственного света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей должна быть достаточно велика. Для люминесцентных ламп примерно 0,5 Вт на 1 литр объема аквариума, а мощность ламп накаливания должна быть примерно в 3 раза больше. Растение не только светолюбиво, но и нуждается в длительном световом дне, который должен быть не менее 12 часов, желательно около 14 часов. Несмотря на то, что маяк образует довольно слабую корневую систему, характер грунта для нее важен. В качестве субстрата лучше применять песок, уложенный слоем толщиной от 3 до 4 см. Грунт должен быть достаточно питательным, хорошо заилиным. Дополнительной подкормки не требуется. Естественно, заиливание грунта для питания растения вполне хватает. Маяк очень легко размножается вегетативно. Достаточно отделить несколько стеблей и переместить их на новое место, чтобы получить новую великолепную заросль. Во влажной оранжерее маяка образует плотные заросли, напоминающие ковер. Как наземное растение, ее выращивают при высокой влажности воздуха, температуре от 24 до 30 градусов Цельсия, на питательном грунте, состоящем из смеси песка и дерновой земли. Свет должен быть рассеянным, но ярким. Взятые из оранжерея растения можно сразу пересаживать в аквариум. Марсилия четырехлистная. Семейство марсилиевые. Широко распространена в субтропических областях Азии, Африки и Европы. Папортник, имеющий листья оригинальной формы, которые расположены на ползущем корневище, стелемщемся по поверхности грунта. Высота растения в условиях аквариума обычно не превышает 10-12 см. Марсилию располагают на переднем плане аквариума. Выращивать ее можно в емкости любого размера. В аквариуме она растет очень медленно и поэтому относительно мало распространена у аквариумистов. Равномерно растет в течение всего года. Для марсилии подходит умеренно теплый аквариум с температурой воды от 18 до 22 градусов Цельсия. Но растение может неплохо расти и в тропическом аквариуме. При температуре ниже 16 градусов Цельсия рост практически прекращается. Вода должна быть мягкой с нейтральной или слабо кислой реакцией. В умеренно жесткой воде со слабо щелочной реакцией марсилия растет очень медленно. Подмена воды существенного влияния на ее рост не оказывает. К условиям освещения марсилия не очень требовательна. Свет может быть умеренный. Растение удовлетворительно переносит длительное затенение. Естественный рассеянный свет очень полезен. Если аквариум находится вблизи окна, марсилию надо располагать у стенки, обращенной к свету. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. В высоком аквариуме при недостатке или отсутствии естественного света полезно устроить боковое освещение. Оптимальная продолжительность светового дня для марсилии составляет от 10 до 12 часов. Грунт должен быть питательным, хорошо заеленным. Естественного ила растению обычно хватает и дополнительная подкормка ему не требуется. Характер субстрата для марсилии важен, так как она имеет очень слабую нежную корневую систему. Больше всего для нее подходит крупный песок. Можно использовать даже обычный речной песок. Уложенный специально для марсилии слоем не более 2-3 см. Размножается растение черенкованием ползущего корня, которое можно разделить на части с 4-5 листьями каждая, желательно больше. Однако надо учитывать, что черенки взятые из середины корневища очень медленно трогаются в рост. Они редко и погибают. Чтобы размножение было успешным, лучше брать конечную часть корневища с хорошо выраженной точкой роста. При выращивании марсилии в неглубокой емкости уровень воды ниже 10 см. При удовлетворительном освещении у нее появляются надводные листья. Переведенная в условия влажной оранжереи, марсилия растет очень быстро, образуя значительно более крупные листья на длинных черенках. Такое растение можно пересадить в аквариум, где оно продолжает расти как подводное. Мох ключевой. Семейство родниковое. Распространен в умеренно теплых областях северного полушария Земли. Встречается во многих районах нашей страны. В аквариумах любителей этот мох можно увидеть довольно редко, так как долго сохранять его очень трудно, из-за его сравнительно высокой требовательности к условиям содержания. Густые темно-зеленые заросли мха достигают обычно 20-25 см в высоту. Очень украшают аквариум. Мох следует содержать в холодноводном аквариуме при температуре от 14 до 20 градусов Цельсия. К более высокой температуре растение можно приучить постепенно. И тогда некоторое время его удается содержать при температуре около 24 градусов Цельсия. Вода должна быть мягкой, с жесткостью не более 8 градусов, с нейтральной реакцией, по аж близко к 7. Особое внимание следует уделять частоте воды. Появление даже незначительной мути гибельно для растения. В связи с этим в аквариуме не должно быть большого количества рыб, а содержание рыб, роющих грунт, вообще недопустимо. Перемешивание и продувку воды следует свести к минимуму. Обязательно еженедельная подмена 1,5-1,4 объема воды. Освещение должно быть умеренным. При избытке света на мхе легко появляются водоросли, что быстро приводит к его гибели. От прямого света мох надо прикрывать, помещая его в тени плавающих или высокоруслых растений. Световой день может быть в пределах 12 часов. Мох обладает способностью плотно прикрепляться к неровностям камней, поэтому в аквариуме его не следует углублять в грунт. Растения прижимают к поверхности широковатых или пористых камней, а также к корягам, которым оно вскоре прочно прикрепляется. Характер грунта значения не имеет. Размножают фонтанали с делением куста. Мох Иванский. Семейство Гипновая. Родина тропики Юго-Восточной Азии. Представляет собой переплетение тонких нитей темно-зеленого цвета, плотно прикрепляющихся к неровностям камней и коряг. Растения, которые длительно не беспокоят, образуют очень красивые заросли. Мох можно использовать в качестве субстрата для нереста многих рыб. Растение очень неприхотливое, поэтому широко распространено у любителей аквариума. Растет Иванский мох медленно, но равномерно в течение всего года. Оптимальная температура для содержания этого растения находится в пределах от 24 до 28 градусов Цельсия. При температуре ниже 22 градусов Цельсия его рост практически прекращается. Жесткость и активная реакция воды значения не имеет. Иванский мох удовлетворительно растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде с кислой и щелочной реакцией. Вода должна быть прозрачной. В мутной воде на мхе быстро образуется налет, который не только портит внешний вид растения, но и урушает его питание. Регулярная подмена воды в аквариуме не обязательно, так как мох развивается удовлетворительно и в старой воде. Характер освещения и его интенсивность большой роли не играют. Растение выдерживает длительное затенение, может расти при минимальном количестве света. При ярком освещении мох приобретает насыщенную зеленую окраску. Нити начинают ветвиться. Заросль при этом становится плотной и имеет очень привлекательный вид. Характер грунта для растения не имеет значения. Кусочий мха может прекрасно расти, если его просто положить на дно аквариума, не покрытая грунтом. Яванский мох очень легко размножается вегетативно. Достаточно поместить в аквариум самый маленький кусочек мха, чтобы получить новое растение. Его не обязательно прижимать к основанию, так как оно тонет под собственной тяжестью. При желании яванский мох можно выращивать во влажной оранжерее. Для этого кусочек мха следует поместить у самой кромки воды, на отлого поднимающемся в грунте. Иногда растение, которое живет на декоративных камнях или корягах, поднимающиеся над уровень воды, само выходит на сушу, и его заросль располагается одновременно в воде и на воздухе. Наяда гваделупская, семейство наядовые. Широко распространена по всей территории Америки. Одно из самых стойких и неприхотливых растений. Образует густые ажурные заросли в толще воды. Широко используется аквариумистами в качестве субстрата для нереста рыб. Расположенный на заднем плане, наяс создает прекрасный фон для растений с крупными листьями. Растет равномерно в течение всего года. Температура воды, при которой наяс удовлетворительно себя чувствует, может колебаться в довольно широких пределах. От 18 до 30 градусов Цельсия. Его можно содержать в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Жесткость воды существенной роли не играет. Но в очень мягкой воде растение развивается несколько медленнее. Активная реакция воды может быть любой. Подмена воды 3-4 раза в месяц желательно, так как наяс лучше растет в свежей воде. К условиям освещения растение сравнительно нетребовательно. Оно выдерживает длительное затенение, но красивые заросли сочного зеленого цвета образуются только при сильном освещении. Для освещения аквариума, где растет наяс, пригоден как естественный, так и искусственный свет. При использовании люминесцентных ламп типа ЛБ оптимальная мощность осветителей должна составлять примерно 0,4 Вт на 1 литр объема. Можно использовать люминесцентные лампы типа ЛД, но в сочетании с лампами накаливания малой мощности. Продолжительность светового дня может колебаться в очень широких пределах и зависит от освещенности аквариума. Характер грунта не играет существенной роли для этого растения. Наяс можно выращивать плавающим в толще воды. При посадке в грунт он образует слаборазвитую корневую систему, которая служит в основном для прикрепления растения. Питательные вещества наяс всасывает всей своей поверхностью. В связи с этим ни степень заеленности, ни характер субстрата не оказывают существенного влияния на его рост. Минеральная подкормка наясу не нужна. Растению хватает тех веществ, которые поступают в аквариум с кормом для рыб. Наяс очень легко размножается черенками. Достаточно взять один из многочисленных побегов и создать ему более или менее подходящие условия, чтобы получить новую густую заросль. Растение можно рекомендовать начинающим аквариумистам не только из-за того, что его просто содержать, но и из-за того, что оно способно активно влиять на обмен веществ в аквариуме, обеспечивать рыб кислородом и подготавливать воду для многих требовательных растений.